так ну что привет народ с вами макс и сегодня я хочу рассказать а вот такой вещи как бензопила чемпион 55 вот она у меня бензопила вот таком вот чемодане ящички так что сегодня я буду с ней делать короче она у меня поломалась она у меня уже раз ломалась мне тут кое-что заменили вот сейчас будем смотреть сами что тут поменяли что тут не меняли так это пока масла до цепи масла которые добавляют в движок достаем саму пилу сейчас чемодан пока уберем вот номер что у меня сломалась конкретно по факту значит сломалась у меня регулировка натяжения цепи то есть вот это вот вещь болт там внутри болт такой шлицевой и вот мне я не могу натянуть вот сейчас буду разбирать смотреть почему я не могу натянуть проблема вот в этой штуке внутри этот бегунок это и есть натяжение вот этим как говорится плюсом минусом она ходит вправо или влево и натягивает вот эту вот шину шину на подтягивает либо отдаляет сейчас это все снимем потому что все равно все снимать так ну чтож я разобрал чуть почистил сейчас короче я так понял вся причина здесь будем смотреть что произошло здесь так что произошло есть вот такая вот штука как она называется не знаю шестеренка там вот двигается по ней двигается и вот она крутится она крутит болт как раз значит что произошло еще хватает мне ее заменили свое время вот на вот такую сейчас я покажу то есть у меня родовая стояла изначально вот она моя вот мне заменили ее вот на такую же но есть большое но видите если я вот так положу так длина это короче это длиннее вот не было такого же размера и пришлось что-то делать а что произошло стенка которая здесь была с отверстием я ближе не могу уже как бы тут мешает вот стеночка да вот эта вот стенка с отверстием было вот этот пластиковая перегородка которая держала ее то есть смысл весь какой сейчас мы засунем я покажу то есть которая держала когда крутишь сейчас даже не крутится даже не крутится вот она выдавила ее и проломила короче вот эту стенку вот эту стенку надо закрывать чем-то вот граверок можно поставить конечно ну как он будет сказываться на работе на всей этой вот надо что-то придумать сейчас закрыть вот эту стенку как-то ее зафиксировать не знаю сделать так чтобы это не выскакивала и поставим старую родовую вот эту вот длинную корот короткую не стал вставить вот но что мы видим вот я не знаю сфокусируется нет вот эти части у старый вот уже короче расплющились раз два три под углом вот здесь вообще ну то есть гальмовал видать сильный нажимал короче их расплющила то есть если здесь вот более-менее еще живы хотя тоже тут есть некоторые элементы но хоть более-менее сейчас может пройду над фельдком чтобы сгладить чтоб лучше схват был и заменил вот эту вот шестеренку которая была вот здесь на этом месте поставил новую здесь тоже вот если присмотреться но тут вот не знаю на видео будет видно не будет видно вот кончики кончики тоже уже расплющили расплющены вот сейчас попробую поставлю там будет видно что получится так хочу добавить что вот все таки эту дырочку можно заклеить заклеить как супер клеем супер клеем капнуть сюда вот и добавить соды говорят соды она будет прям намертво вот но сейчас у меня соды нет под рукой супер клея тоже по моему где-то был здесь рядом попробую сейчас конечно там посмотрим надо на практике вот именно пробовать когда уже пилить там будет видно потому что цепь при нагревании расширяется она начинает провисать вроде системы это работает натяжение цепи пока сделал но это не точно и это будет известно только когда на практике это скорее всего завтра я опробую это все и уже точно скажу вам будет у меня не будет работать сломалась не сломалась а так именно вот в этом проблема была но так я понял что нужно аккуратно и нежно работать с этой пилой пила очень мощная классная ни разу меня не подводила но за исключением что один раз у меня фильтр потек и вот вторая проблема это вот это вот было так в целом все устраивает все принципе рабочие ну что ж тогда скажу результат попозже поэкспериментировал я с этой тематикой в плане то что я делал с заклейкой пластика сейчас я буду разбирать и уже объясню что произошло и чем я остался недоволен и как я буду решать эту проблему а сейчас разборка я проработал ей недолго почему недолго объясню сейчас вот эту вот детальку откручу пластину ничего не потерять 1 болт 2 болта распилил я значит ровно полтора бревна одно бревно в принципе распилил полностью как на три части распилил а вот второе бревно уже начались меня приключения значит смысл какой очень грязно сейчас все здесь сейчас мы это почистим дело вынем вот эту вот хрень не хочет она вылазить так сейчас почищу объясняю что произошло вот это вот херню сейчас секунду вот это вот часть которую я якобы здесь заклеивал пластик вот этот вот ее к херам вырвало все то есть сейчас вот это вот деталью хишина которая находится и регулирует натяжению цепи внутри этого паза находится значит вот она вот это вот регулирует шесть не происходит еще раз объясню шлак весь выбор ставим ее обратно все поставил что происходит объясняю подробно значит наглядно так вставляем сейчас здесь прижму я и покажу вот начинаю я вертеть вот я прижимаю начинаю крутить и это в ту сторону а теперь вот что происходит в обратную сторону то есть по часовой стрелке вот я ее верчу медленно верчу раз пошел оборот 2 пошел оборот и и вот этот вся вот этого деталюшина начинает смещаться вправо то есть как раз как раз он начинает вот когда именно происходит натяжение то есть идет давление на саму шину и вот эта вот вся деталь смещается в правую сторону и то еще происходит с каждым витком когда я поворачиваю по часовой стрелке она давит и выдавливает полностью вот эту вот часть продавливает вообще весь пластик продавливает полностью короче вот если так смотреть нет ни хрена от площадки ничего не осталось все ей мандец у меня есть идея так как вот эта пластина лежит здесь я думаю что сделать так я думаю сделать что выточить абсолютно такую же пластину кустарным методом с лесаркой так скажем вот и здесь здесь сделать небольшой вот такой вот железный хвостовичок вот хвостовичок то есть такая же пластинка только я думаю из стали потолще чуть-чуть я вытащу вот просверлю здесь отверстие все это сделаю вот и вот здесь вот наварю вот такой вот выступ потом этот выступ загнул будет буква г вот так и вставлю промеж вот тут вот есть пустота она про часа забита грязью всякой шляпой вот сейчас эти вот остатки все я уберу вот и тут есть вот ну пустота такая щелочка и вот ее туда вставлю чтобы у меня при давлении когда деталь вот это будет упираться ходить она будет упираться вот в эту пластину и не продавливать и и ну то есть вполне будет себе держаться там ну вот в дальнейшем покажу что получится так ну что после сарил пять минут захерачил вот такую хрень вот в принципе так это все приложить вот что я имел ввиду вот сделаю вот такую вот штуку отросток вот сейчас все это надо будет сравнять потом вот это загнуть то есть вот этот вот кончик загнуть и просверлить отверстие все это зачистить и пробовать ставить закрывать заебать и выдавит она не выдавит ее но буду уже смотреть пробуюсь но экспериментировать надо посмотрим что получится тут сталь 1,7 потолще здесь здесь единичка вот в этой но сейчас я еще сошлифую вот эту ржавчину всю и будет я думаю полтора будет самый том так но сейчас поставил ее померил попробовал чуть-чуть тут скосил но в целом все туевина следующая вот оригинал оригинал такой же сейчас пробую сейчас поставить сам механизм посмотреть как он будет действовать очень недолго как говорится слесарил вот вот этот уголок получился вот такой сейчас будем смотреть как это вся херня работает оба если даже она будет выскакивать но так-то вроде крутится все теперь надо будет смотреть с натяжкой как это так-то вроде ходит нечего тут чуть-чуть маленько это ладно это мы разберемся так ну что буду ставить пробовать смотреть как это как она в деле себя покажет так ну что хочу сказать поюзал я все это дело все работает в принципе я доволен сам опалом сейчас вот не натянута все это дело подкручиваем удобно все принципе натягивается все сильно теперь только не дожимаем есть такой нюанс сейчас я расскажу о чем не снимать мою старую вещь вот то есть вот эта площадка которая здесь вот я загнул ее да чтобы вот это вот вся весь этот бегунок не вывалился к херам собачьим что можно сделать вот так вот он будет стоять сюда можно еще я так вот думаю может быть на будущее если конечно конструкция полетит к ебеням собачьим вот я думаю сюда еще вот так в уголок в уголок вот как раз в тот паз где вот этот пластик был капнуть сваркой то есть наварить и аккуратненько вот под эту выемку зачистить чтобы она прям прям соединяла угол жестко и вообще жесткость конструкции придавал чтобы она вообще дальше никуда не вылазила то есть и заполняла все это пространство но так как пока это все работает у меня я думаю вот такой маленький совет как это все сделать потому что вот таких крышек я у нас не видел чтобы ее поменять полностью ну а бросать эту бензопилу на произвол судьбы я не хочу потому что я от нее отвалил бабло и она должна работать так что кому понравилось как говорится пользуйтесь я попробовал как говорится до дома вот такую коляску ну а так я посмотрел работает все подтягивает все нормально пашет в принципе сейчас буду дальше цепь сейчас не провисает а если провисает то чуть-чуть подтягиваем ее опа все и она горячая собака и она у нас хорошо держится так что в принципе все работает тест драйв прошел успешно вот бревна которые надо попилить вот раз два проблем уже не возникало я думаю и не возникнет ну в принципе что все сделал вот вариант рабочий пользуйтесь ладно всем спасибо и пока пока пока